дело в том что человек хочет а бог располагает дело в том что человек думает что его там я хочу быть богатой я хочу автомобиль или я хочу это все не может привести вас к счастью сама же программа она более всего ориентирована на то чтобы сделать вас счастливой и женщина говорит вот почему я начал заниматься эзотерикой но так и не купила машину и так далее после это не сделает вас счастливой а сделает несчастный почему потому что начнете ездить разобьетесь там ногу поломайте всю жизнь будете хромать так бы вышли замуж за колю красиво выйдите за петь у некрасивого и всю жизнь потом будете страдать то есть этот мир он так устроен что он неохотно хочет что-то делать для человека почему это господу видно ну а нам подскажи что бог есть свет и в нем нет никакой тьмы понимаете это такая особенность это такая особенности это высшим силам виднее а мы-то обычные обычные люди если высшим силам виднее то нужно радоваться просто жизни для того чтобы они создали для вас самое лучшее но мы считаем что мы умнее я хочу вам сказать если 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 заполнить весь всю вселенную песком и взять эту песчинку и эту песчинку поделить так чтобы она заполнила всю вселенную сделать так 1 миллиард раз и после этого самую мелкую частицу из этого взять то это будет наше сознание по отношению с божественным сознанием когда человек говорит я познал нет я могу нет нет я нет нет даже я не говорите в этом мире у божественного очень большое количество возможностей вообще если возложить свои проблемы и положить туда на плечи то жизнь становится другой в свое время серафим саровский говорил о том что он говорил что помолившись негаю своею в неге находясь негаю свою божественной силой лечу души больных людей не людей они другие души больных людей о чем это говорит что такое негаю это ощущением наслаждение радости так человек устроен знаете действительно своей радостью внутренним наслаждением внутренней любовью можно лечить другого человека человек обычно все проблемы то имеет из-за того что он постоянно огорчается нервничает психует злится обижается и так далее и так далее потом не понимает почему в его жизни еще и автомобили хочет еще и хочет богатства написать огромному количеству какашки и после этого говорить почему же в жизни мне не везет ходить как уксус не нравится не нравится все в жизни не нравится если человека создали чтоб все нравилось тогда если тебе нравится что-то малое то дадут чтобы нравилось что-то больше а если ты ничего не любишь тогда тебе ничего не нужно давать почему так тебе что угодно даешь и тебе все не нравится тогда а мне нравится только вот то что я хочу но почему ты решил что то что ты хочешь должно тебе даваться Почему вдруг?